Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем снимать истории с воздушным пластилином. И мы погнали! Эта история от меня, она произошла сегодня в школе. Короче, после этого урока я начала не любить нашу англичанку. И думаю, весь класс наш тоже стал её ненавидеть. В классе самая скромная девочка и отличница. Итак, подойдём к сути истории. Первая, когда она зашла, она начала назвать наши имена и собирать тетради. Я говорю, что я завела новую тетрадь, потому что я болела. А она говорит, нужно было задание спрашивать. У меня была температура. Вторая история. Это было тоже сегодня. Весь класс получил вот такие отменки. Ну или вместо пятёрки, четвёрка или тройка. А знаете почему? Потому что она предупределила, что она будет ставить двойку, если кто-то один пискнет в слово. Один пискнул, как вы догадываетесь. И она поставила всему классу двойки ненавижу. Эта история у меня произошла осенью. Я по-обычному, как всегда, пришла в школу. Разделилась, приготовилась к урокам. Все уроки прошли нормально. Но у меня есть прям очень сильно доставучий одноклассник, который достает почти только меня, ну и других девочек. Его зовут Витя. Все в конце уроков пошли домой, но мы пока остались последними задержавшимися Витей и я. А учительница пошла на совещание с другими учителями. Он взял, открыл ручку и начал бить мой портфель. Слава богу, что он много раз не попадал в него. Но на нем остались мазки-чернила. Я ему говорю. Витя, что ты делаешь? А он. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я рассердилась, подошла к нему и замахнулась на него. Если что, я никого не бью, я часто замахиваюсь. А он взял ручку и испачкал мне рубашку. И сейчас он еще меня достает. Он дотрагивается до меня все время рукой. И это неприятно. Я человек такой, если, например, термос сломается, я сразу заплачу. Или что-то другое случится, я сразу заплачу. У меня были слезы, но я скрывала, что я плачу. А теперь я пока смеюсь над этой историей. Главное, что отстиралась все. И, кстати, на завтра я возьму лопату в школу, потому что я ему обещал, что я его закопаю, если еще раз тронет меня. На этом история заканчивается. Идем к следующей. Смешная история из школы. Ну, как из школы. В школе дистанционка была. Мы сидели дома, ну, с телефонами, кто с компьютерами, кто с планшетами и сидели на уроках. Мы занимались через платформу Google Meet. И нам не разрешали выключать камеры. И у учительницы тоже была включена камера. Тут сидим, записываем новую тему. Вроде это было на математике или на русском. И тут бац! У классного руководителя выключилась камера. И знаете почему? Потому что она отходила к доске, писала там новую тему, потом пошла к стульчику. И она мимо него села. Весь класс засмеялся, и она в том числе. Эта история закончилась. Пока идем к следующей. Я дома. И прямо сейчас почему-то упала у кресла спинка. Я чуть не грохнулась нафиг на пол. И эта история, как я не получила грамоту за первое место. Увидела, что можно поучаствовать в конкурсе рисования. Но думала, не выиграю это просто. И согласилась. Рисовала этот рисунок полдня. Старалась хотя бы дойти до третьего, второго места. И знаете что? Мне приходит сообщение, что вы получаете первое место за рисунок. В каком-то конкурсе по рисованию. Я радуюсь, я радуюсь. Но не тут-то было. Уже как год прошел. Мне еще не дали грамоту за первое место. Если тут будет на этом видео открыт комментарий, напишите туда свои истории. Пожалуйста, я их прозвучу все. Это история, как я помогала маме. Короче, на Новый год мама меня попросила помочь. Ключевое слово помочь. Приготовить оливье. Я согласилась. Мы начали резать. Только мама порезала одну морковочку, одну резисочку. Мы что там в оливье вставим все по одному. Мама сказала, что зачем-то там поедет к сестре, и еду за доготовить оливье. Напоминаю, ключевое слово было помочь. Помочь. А не приготовить самой. Она уехала, и я готовила весь день сама оливье. Это история, она была наполовину для мамы, типа от мамы. А это точно про маму. Она все время свой телефон роняет. То она его уронит на работе, что он по лесенке скатится. То дома на асфальт. И сейчас было окончательно. Она его уронила в лужу. Причем на улице, где была лужа, под лужей асфальт. Поздравляю, мамочка. У тебя теперь у телефона половина экрана не работает. А эта история называется «Как хорош мой ноутбук». Вот такой у меня обычный мой ноутбук. Даже с глазками. Он такой мимимишный, но очень сильно зависает. Пошли к следующей истории. Как-то раз у меня была бессонница. Я вот сплю с телеком. Очень редко его выключаем. Но в этот раз мама выключила его. И я спала без телека. Мне было страшно, потому что я темноты боюсь. И я могла уснуть полночи. Но наконец-то уснула. И на утро я проснулась, можно сказать, рано. А это история, как я играла с братом и сестрой. Сестра на меня чуть-чуть младше. Ей вроде 7 лет. И у неё канал есть «Своя весёлая сестрёнка». Ссылочка в описании будет под этим роликом. И брат Кирилл. У него, ему вроде 3 года. Ну, не вроде, а 3 года. И летом исполнится 4 годика. Мы тогда пришли в гости к Кириллу маме. Там собрались все мои тёти, дяди, сёстры, несёстры. Ну, мы покушкали и пошли в зал. Там зал у них был большой. С кровати тоже большой. Кирилл искал мячик. Мы ему помогли. Мы не нашли тот мячик, который мы хотели маленький. Но мы нашли огроменный мяч. И почему-то мы с ним захотели покидаться. Ну, типа, как горячая картошка. Но это просто обычная кидаться. Мы, короче, все спокойненько друг к другу кидались. Кирилл даже где-то 5 раз перевернулся. Пользует шарик, чтобы на животике на нём лежать. Или на спинке. И последний момент. В некерилл кидает в нос этот мяч. Я, конечно, не заплакала, но больно было. И мне этот нос болел весь вечер. И какого-то мы захотели ещё поиграть в прятки. Первой вводой была Саша. Она считала. Она прям сразу у нас тоже секунду нашла. И так ещё где-то 3 раза было. Но потом я уже предложила, чтобы я была водой. Она согласилась. Я их искала. Вроде Кирилл был в комнате его на подоконнике. Я ему сказала, будешь помогать искать Сашу? Он сказал, да. Мы пошли искать Сашу. Кирилл пошёл в другую сторону. А я пошла в другую сторону. Тоже противоположную ему. И я нашла Сашу за тумбочкой. И там место не очень, потому что тумбочка очень тонкая. И через неё видно, даже если сразу зайдёшь в комнату. Дальше я была тоже водой, но я не помню, кто где спрятался и как я кого искала. Но Кирилл без меня жить не может. Когда Саша вода, он со мной прячется. А вот когда я была водой, они по раздельке прятались. А дальше мы уже с Сашей легли на кровать и сказали Кириллу, мы сдохли. Он дальше нам в ноги, ну не в ноги, а в нас кидал мячик этот большой. Я его откидала ногами, Саша тоже. Потом Кирилл пошёл мыться, потому что уже было поздно. И пошёл смотреть мультики. И он такой интересно сказал, это вот девочки, я хочу девочек. Его мама нас позвала и попросила посидеть с ним. Мы согласились. Он говорил, только тихо. А как мы тогда играли в Майнкрафт? Мы еле выпросились у Кирилла, чтобы выйти из этой комнаты и пойти с ним рядышком в зале сидеть. У него две комнаты, одна в которой спит, другая в которой играет. Он сейчас там, где спит. И мы сидели в зале. Он эти комнаты, как я и говорила, рядом. Хорошо, что он нас больше не трогал, и мы спокойно играли с ним. Кстати, там была у тёти, там была пицца. Там было очень много вкусностей. Там рыба была, которую я обожаю. Идём к следующей истории. Это самая последняя история. История называется, как я купила подарки своей сестре на день рождения, на свои денюжки. Ну, короче, вспомнила, что день рождения у меня там на печке, ну, камин, печка, там висит список день рождений. Я посмотрела, там день рождения будет через неделю. Побежала в магазин. Увидела там маску для сна, купила. Ну, короче, там есть отдельное видео, где я показывала всё это. Но половину почему-то не удержалась и купила себе. Вместо сестре половину из этого купила себе. Не забрала себе. Ребят, на этом всё. С помощью трёх цветов смогли сделать вот такой цвет. Как вам это видео? Не делать такие подобные? Если наберём 5 лайков на этом видео, тогда я сниму ещё продолжение этого ролика. Ставь лайк, подписывайся на канал. Ну, а мы прощаемся. Пока-пока.